сегодня я предлагаю начать свое видео с приготовления очень быстрого вкусного и простого рецепта домашнего торта торт у нас будет сметанный для этого рецепта нам понадобится 2 яйца куриных сахар 120 грамм а кому-то если покажется это мало можно добавить 150 грамм сметаны 250 грамм разрыхлитель 10 грамм какао 10 грамм муки 180 грамм грамм и щепотка соли а для крема нам понадобится сметана 400 грамм сахарной пудры 2 4 столовых ложки и ванильного сахара 10 грамм для теста я взяла 2 яйца и отправила их в миску для взбивания к яйцам добавила щеболочку соли и постепенно начинаю их взбивать немного погодя к яйцам добавляю 120 грамм сахара яйца должны взбиться до белого состояния и увеличится в объеме затем к яйцам я добавляю 250 грамм сметаны сметану нужно взять пожирнее у меня деревенская и снова все взбиваем заранее нужно просеять 180 грамм пшеничной муки и 10 грамм разрыхлителя частями нужно вести муку в тесто и перемешать сначала на маленькой скорости а затем уже и прибавить тесто нужно разделить на две части 1 3 часть это примерно 215 грамм а во второй часть нужно просеять какао 10 грамм и на низких оборотах перемешать еще раз это тесто выпекать наши коржи мы будем при температуре 180 градусов примерно 15-20 минут коржи нужно проверять всегда деревянной палочкой мои коржи смотрите как пропеклись они мягенькие видно что они очень влажные и готовы к тому чтобы с ними дальше работ и пока коржи у меня отдыхают мне нужно приготовить сметанный крем для крема я возьму сметану сметану нужно брать пожирнее не менее 20 процентов у меня деревенская сметана нам понадобится 400 грамм дальше мы добавляем сахарную пудру где-то 2-4 столовые ложки и ванильный сахар 10 грамм крем можно перемешать лопаточкой или сделать это как я миксером на небольших оборотах ну и пока я готовила крем у меня испекся второй корж шоколадный смотрите он как и румяный красивый это уже очень мягкий и достаточно влажный и сейчас я им показываю как можно легко его согнуть вот такой весь мягенький ну и когда коржи остынут их нужно будет покрыть нашим сметанным кремом и убрать холодильник минимум на 2-3 часа также бисквит можно выровнять меньшей форме тогда у вас останется крошка для того чтобы можно было украсить ваш тортик вот такой у меня получился красивый разрезе я вам уже показываю и на самом деле он получился невероятно нежный и вкусный я рекомендую его вам попробовать испечь и я всем желаю приятного аппетита всем день сейчас я ездила сделаю закупочку по продуктам я была в магазине перекресток я была на рынке и была еще в местном магазине и сейчас я покажу вам что я купила какие продукты я купила во-первых я купила бананы перекрестки стоит она 99 99 107 рублей бананов я не могу так что еще дальше авокадо авокадо стоила по моему если я не ошибаюсь 300 с чем-то рублей в чек мне не дали его отправили на электронную почту ну я вам приблизительно скажу 339 рублей что-то вот так взяла вот такие лимоны узбекские они мне нравятся они мягкие ароматные 100 110-1 рубль дальше взяла немного грибов я скорее всего буду делать фунчозу с грибами зла я здесь буквально на 73 рубля 336 грамм так фрукты у меня по моему все потом я значит купила вот такие стлакуре творожные сырки дошли иногда я иногда и покупать такие стручные любит просит затем была рисовую лапшу как я говорила что я буду делать фунчозу так ну стоило на сто так сто 10 рублей затем были вязанка сосиски и компакция там тоже сколько стоит небольшим рублей затем вот такая гречневая крупа 85 или 86 рублей затем молоко муаку я всегда беру вот такую большую бутылку тоже стоило по акции что-то в районе 130 рублей бутылочка такая молока для меня закончился кофе этот кофе тоже по акции триста там 80 с чем-то рублей он правда уже молотый но ничего страшного иногда можно и молоко покупать но обычно я вообще люблю и предпочитаю покупать зернах и сама молоте как затем дошурки взяла йогурт теос вот она у меня есть именно такой именно с черникой именно теос какой практически другое место может иногда еще шариками есть но вот как правило такой вот потом масло тоже было по акции так сто сто двадцать девять рублей по моему затем взяла вот такую небольшую маленькую пачечку это шоколадное масло ну так вот на вытер бродит к но покупаю иногда тоже такой маски пусть будет потом взяла сыр вот такой взяла еще галда это уже натертый планирую сделать выходные и взяла еще две шоколадки вот эта шоколадка новый у нас новинка риттер спорт и вот это вот шоколадку тоже новинка я такую вообще никогда ни разу не брала и я ее не видела семьдесят четыре процента здесь вот я люблю горький шоколад и мой самый любимый риттер спорта так это то что касается перекрестка здесь где-то в общей сложности я купила продуктов на 2 300 2 400 рублей примерно вот так сейчас я вам покажу что я купила на рынке ну на рынке во первых мне нужно было это рыба вытянула на на стол 10 рублей если не ошибаюсь хорошая свежая вот рыбу я люблю разные рыбы я покупаю форель и скумбрии очень люблю металл пикшу в общем я за любую рыбу люблю любую рыбу хорошенько свеженькая рыбка я планирую планирую потушить в духовке затем на рынке я взяла красные яблоки смотрите они какие так они стоят по 100 рублей ну нормальные финики конечно я так думаю что они скорее всего в сахарном сиропе но я их все равно промываю немного вымачиваю и я люблю их с кофе последняя моя покупка на рынке это я взяла орешки здесь 200 грамм в общем за все за это за яблоки за орешки за финики я отдала по моему 450 или что-то в районе 500 дальше я заехала в местный магазин его название вам ничего не даст меня даже попросила вот такие ваттутки которые тянутся с карамельной начинкой собственно говоря за ними я и залезу купил мне вот эти ваттки затем так как сейчас пост купила постные печенья хотя сама пеку часто печенье но в общем вот пришел взять еще такой оно стоит кстати говоря так 209 рублей здесь 468 грамм на 98 рублей чини пусные потом взяла даши вот такие конфетки разноцветные это вообще конфетки моего детства вот она мне их любит есть буквально на 50 затем и риску сливочную это я взяла мужу но какие риски тоже очень любит на 61 рубль двести шестьдесят четыре рубля стоит килограмм здесь на 60 один рубль затем там была скумбрия стоила по акциям так тут у меня чек есть я скажу сколько она стоила так 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 скумбрия стоила пятьдесят шесть рублей тридцать шесть копеек грех было нельзя бабочка пригодится вот небольшой кусочек грудки на сто шестьдесят восемь рублей затем окорок свиной на 549 рублей килограмм у нас стоит 308 рублей 70 копеек хороший такой окорок я думаю что я часть окорока с грудкой прикручу и кусочек и кусочек скорее всего оставлю запекать вот такой малюсенький щербет вот ну не знаю пригодится понравится просто такой небольшой может быть до шутка съезд стоит 35 рублей вот и вот за последнюю покупку я потратила 1109 рублей 66 копеек у меня тут затем я зашла магазин магнит косметик у меня даже пользуется вот таком шампунем и бальзамом взяла ей шампунь сменный потому что у нас есть бутылочка куда это все можно залезть и шампунь там 200 с чем-то рублей стоил бальзам по акции и шампунь там чуть дороже такие у меня для нее и еще я заехал в магазин у меня там пришел заказ сейчас я вам покажу что я там заказала во-первых я заказал вот такой обалденный свитер 2000 я вам покажу примерочку я примерила вот такой оверсайд но все-таки указан xs но такой большеватый мне понравилось точно так и теплый мятненький извините из из и Вечер и шлобан. Вечер и шлобан. Вечер и шлобан. Вечер и шлобан. Показываю состав и производитель данной кофты. Вечер и шлобан. Потом я взяла набор вот таких конфеток. Здесь три штучки. Здесь три штучки. Лимон. Апельсин. И черник, наверное, не помню. Они такие кисленькие. В общем, взяла Даша. Потом взяла набор вот таких обалденных губок. Здесь 10 штучек. Губочки вот такие. Я не сказала, что они совсем маленькие. В общем, такие хорошие, качественные губки. В общем, тут они набором. Ну, не очень дорого. 200 с чем-то рублей вот этот набор идет. Вот такой аромат машины. Аромат просто бесподобный. Знаете, вот я его вскрыла там в адресе посмотреть. У меня запах был вообще на всю машину. Аромат просто великолепный. Рекомендую. Рекомендую от совершения. Так, что я еще взяла. Ну, мне еще нужно было. Нужны были темные ложки вилки. Я взяла по два набора. Ну, такие неплохие. По цене тоже. Вот. Хотя, вот знаете, написано, что сделано в России. Написано, сделано в России. Но, на самом деле, по-моему, это Китай. Ну, так, в общем, неплохого качества. Такие достаточно глубокие. Брестящие. Очень красивые. Взяла по два набора. И что я еще взяла. Так, это тоже ложки. В общем, я взяла два набора вилок. Я взяла два набора ложек. И больших. И два набора чайных ложек. И еще взяла. Сейчас я открою вам и покажу. Здесь идет толероль для машины. Вот такой фирмы. Тоже я посмотрела по отзывам. Здесь у нас зеленое яблоко. Ну и все. На этом все мои покупки закончились. Это вот, собственно говоря, то, что мне, в общем-то, было необходимо. То, что мне было нужно. Всем спасибо за просмотр. И я буду свое видео заканчивать вот таким вкусным ужином. На тарелке у меня отварные кальмары, квашеная капуста, отварная фасоль, пророщенный маш. Все это я взбрызну конопляным маслом. Все это полезно, вкусно и питательно. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. И спасибо, что смотрите меня и ставите лайки. Всем пока-пока.